Стоять, стреляя! Нож на землю! Нож в сторону! Руки за голову! Пинок ко мне! То есть, что мы делаем? Замок, вот я его сейчас вот беру, и вот здесь идет болевой. Опять же, угроза и наставление пистолета. Следующее, я подбежал. Стрельба с ближней дистанции, стрельба в упор с огнестрельного оружия, нанесение ударов любым предметом. Опять же, вы оружие достали, вы не устрелили, пошло нападение, но мы не забываем, что мы также как стилетом наносим, или же кастетом в основание черепа или в область виска наносим удар. Можно убить врага. Стой! Стой, стрелять! Нож на землю! Нож на землю! Стоять! Стоять! Руки за голову! Пинок! Пинок повернулся. Обязательно контроль оружия, ножа в сторону откинули. Теперь подходим, берем болевой контроль. Смертельный удар ножом или подручным средством. Бой военного разведчика с ножом – это не фехтование, имеющее своей целью демонстрацию превосходства над противником. Идет подрез и укол жизненно важных органов. Подрез, укол, укол, подрез, подрез, укол. И идет о скоротечном ножевом бое, как о скоротечных огневых контактах. Времени на все про все у вас три секунды, чтобы убить врага и покинуть место боевых столкновений. Стой! Стой! Стрелять буду! Нож на землю! Нож на землю! Стоять! Стоять! Руки за голову! Спиной! Спиной повернулся. Обязательно контроль оружия, ножа в сторону откинули. Теперь подходим, берем болевой контроль. И вот здесь, вот здесь имеем контроль. Продолжаем иметь контроль. Здесь можно проводить как бы обыск. Здесь провели контроль. Палец один заламываем, вот здесь пальцы. Разводим руки в стороны. Одну завели. Начинаем вторую. После того, когда мы вот здесь уже вывели, посмотрите, идет контроль. Моя нога, одна контролирует здесь, вторая нога контролирует здесь. Применять ремень. Мы используем, можем использовать, если наручников нет, мы можем использовать ремень. Старый как бы метод и способ, который использовался еще в годы войны. Наши разведчики брали немецких диверсантов. Каким образом? Вот ремень. Сверху его гладкая сторона, снизу шершавая сторона. И вот мы вставляем вот такую петлю. Мы вставляем петлю, ее пропускаем сверху вниз. Мы делаем двойной вот такой узел. После этого я сейчас надеваю наручники. Вот здесь имею контроль. И вот здесь. Нейтрализация противника, врага, жесткий как бы нокаут и убийство. А ваша задача его грамотно обездвижить, связать в любом подручном средстве. Приподнимаю. Так вот, закадык. Начинаю, начинаю приподнимать. Снимаю. Опять же, взял. Взял его на сопровождение, на конвоирование. Нейтрализовать противника можно не только с помощью ножа, огнестрельного оружия. Нейтрализовать человека также можно с помощью ремня. Армейский способ. Профессионалами, военными разведчиками, для того, чтобы стрельножить диверсанта. Ремень. Гладкая сторона направлена вверх. Обратный изгиб сверху под 45 градусов. Я подбиваю. Нож на землю. Руки за голову. Здесь контроль. То есть, идет полный контроль. Опять же, здесь. Следующий момент. Идет. Здесь его контроль. Ноги вместе. Ноги вместе поставил. Ноги вместе. Ноги на ногу. Здесь. Грамотно нейтрализовать человека, а именно связать его ремнем. Ограничить. Техника силового контроля. Техника захвата в задержании, сопровождении. Эта техника необходима не только для полицейских, но и для простого обывателя. Самое главное. Все это должно быть под рукой. И при ведении оружия к бою мы учимся быстро доставать нож. Доставать пистолет. И также ремень. Шершавая сторона направлена вниз. Обратный изгиб сверху под 45 градусов. Делаем двойную такую петлю. Очень важно, чтобы шершавая сторона именно находилась внутри. И готовы наручники. Но это очень мертвый захват, как некая мертвая петля. Если еще провернуть и натянуть, то самому практически развязать будет невозможно. Конечно же, если мы знаем и будем использовать законы физики и механики, мы сможем освободиться. Но с двумя руками это будет очень сложно. Особенно, если находятся руки сзади. Вот этот узел, который применялся в военной разведке. Опять же, сейчас нужно немножко в другую сторону чуть провернуть. Сейчас руки. Вот здесь идет болевой контроль. Делаем обувь. Посмотрели, есть ли у него оружие. У него, возможно, оружие мы достали еще. Может быть, там еще здесь провели. После этого мы его удерживаем. Дальше мы ему... Лежать! Ну, куда? Ноги! После, когда мы его здесь уложили, мы... Если... Путаем на пальцы. После этого мы заводим одну руку. Мы, опять же, болевые на пальцы. И теперь, в данной ситуации, человека нужно грамотно нейтрализовать. Для этого, если нету наручников, мы можем использовать ремень. Схема такая. И второй способ. Это способ, который использовался в НКВД. Это те же самые гибкие наручники. Только петля идет уже... Та же самая петля. Только мы ее пропускаем не с внешней стороны пряжки, а именно сверху. Ты не заболеет. На одну руку. На вторую руку. Вот здесь мы... Две такие петли под две руки. При этом можно скомандовать руки сзади в замок и управлять этим человеком. При этом, конечно же, еще обматывается несколько раз для усиления. но это способ менее надежный. Я убегаю. И вот здесь есть линия атаки полицейской. на контроль. На самом деле произошел контроль. Подбиваю. И вот здесь идет дальше. Здесь идет контроль ножа. Но вы должны понимать, что нож... Как только вы взяли нож в руки, вы сами теперь стали агрессором. И статья может быть против вас. Поэтому вы стараетесь чтобы не было отпечатков пальцев на том же ноже. Вы его просто куда-то откидываете в стороны. После этого опять же идет руки! Руки за спину! Опять же свидетелей никого нет. Кто на кого нападал, нож будет против вас использован. Вы его нокаутируете и опять же не контролировать. Мы используем. Можем использовать если наручников нету, мы можем использовать ремень. ее пропускаем сверху вниз. Мы делаем двойной вот такой узел. Для того, что я имею болевой контроль на вторую руку. Метод гибких наручников болевой контроль. То есть понимаете идет болевой контроль и вот после этого 2 и вот теперь здесь после того опять же сейчас вот здесь прихватываю грамотно обездвижен связать любым подручным средством приподымаю закадык начинаю начинаю приподымать опять же взял взял его на сопровождение на конвоирование тактический ножевой бой курс ножевой бой это лучшие техники приемов боя ножом здесь его любое движение любое мое движение у меня всегда есть уход у меня есть уход назад у меня есть уход движение 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 и по команде начинается как бы к бою ничем не отличается от бокса в жизни все происходит совершенно по-другому я ухожу при этом достаю нож я делаю одновременно три действия контроль с уходом проводи контроль уход я достаю нож физическая подготовка это формирование сложно двигательного навыка движения вначале по треугольнику затем по более сложным траекториям спиралям маятниковый стиль ведения боя стрельбы из короткоствольного оружия из пистолета с ближней дистанции в упор нейтрализовать и быстро поразить противника если он замедлился я сам первый делаю еремная артерия мгновенная смерть человек истекает кровью машинка зингер опустил голову и пошел постановка удар ниже кадыка это еремная артерия мгновенная смерть защитной техники работа по секторам я еще ухожу теперь пошел на прорыв ты видишь два три удара в животном посмотри контроль контроль ноги контроль здесь они поэтому удар вниз живота и удар в горло это основной удар задача отрабатывать ситуационные тренинги неожиданные нападения есть ли шанс у человека с пистолетом против ножа у человека с пистолетом против ножа конечно есть шанс но смотря на какую дистанцию в чьих руках как бы оружие первое вы всегда должны держать дистанцию раз вы всегда должны быть подвижны стоять стреляя нож на землю нож в сторону руки за голову пинок ко мне то есть замок вот я его сейчас вот беру и вот здесь идет болевой опять же угроза и наставление пистолета следующая я подбиваю нож на землю здесь контроль то есть идет полный контроль опять же здесь следующий момент идет здесь его контроль ноги вместе ноги вместе поставил ноги вместе нога на ногу здесь стой стреляя нож на землю нож в сторону работа двух рук уход разрыв дистанции ногами ногами защищаюсь но в этот момент я перезаряжаю но опять же какая будет ошибка ошибка проводи меня я остался на месте руки за голову спиной ко мне спиной повернулся подходим сближаем дистанцию нож откидываем используем болевые вот идет болевой контроль дальше подрабатываем здесь ему дальше здесь следующее уже когда приподнимаемся преподимаемся давай стой стой давай стой и вас всегда должно выбрасывать мы ни в коем случае не должны оставаться на месте потому что от курицы с отрубленной головой она все равно еще продолжает там бежать и человек пропустивший даже удар в сердце или в жизненно важные органы этот человек смертельно опасен особенно раненый брат тактический ножевой бой тактический ножевой бой это лучшие техники приема приемов боя ножом а также стрельбы из короткоствольного оружия из пистолета как с ближней дистанции в упор что сильнее пистолет нож или может быть ремень на самом деле все определяет ситуация физическая подготовка психологическая подготовка техника тактика стратегия реального боя вершина горы одна пути и подходы к ней с разных сторон и в первую очередь сам по себе предмет что нож что пистолет что ремень они нейтральны и именно человек оператор человек машина его мастерство будет определять кто выйдет победителя теперь смотри как ты думаешь есть ли шанс у человека с пистолетом против ножа у человека с пистолетом у нас конечно есть шанс но смотря на какую дистанцию сильнее пистолет нож на самом деле дело было не в бобине раздолбайки мастерство с пистолетом лето мастерство Главным оружием бойца-спецназовца, военного разведчика является нож Так как это проведение скрытных операций, существуют различные ножи Есть НРС, нож разведчика, стреляющий Ваша задача Наша задача установить точное место расположения стартовой батареи Пункта управления складовских видов вооружения Помимо огнестрельного оружия, разведчики часто использовали нож Им можно бесшумно снять часового, но при этом нужно было подобраться к нему Сделать стреляющим Отсутствие системы автоматики и отсечка пороховых газов в гильзе Делают выстрел из такого ножа практически бесшумным Нож разведчика-стреляющий НРС Патрон 7,62х38 мм СП-3 Масса ножа с ножнами 540 граммов Без ножен 325 граммов Длина клинка 158 мм Начальная скорость пули 140 метров в секунду Дальность прицельной стрельбы 25 метров Стреляющий, да? И тактика, специальная подготовка, тактический ножевой бой Он включает в себя стрельба с ближней дистанции Стрельба в упор с огнестрельного оружия И тактики Продолжение следует... КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok